2018-й, как и любой другой календарный год, обязательно обрадует нас не одним десятком замечательных премьер. Ну а самыми громкими, самыми массовыми и самыми растиражированными из них, разумеется, будут премьеры незамысловатого, но броского развлекательного кино. Проще говоря, блокбастеров. Вам интересно, на какие сеансы стоит ходить только в iMax? Что ж, специально для вас, iVideo собрали 11 лучших блокбастер-премьер первой половины 2018-го. Слушайте и запоминайте. Рекомендуем сайт всемайки.ру Лучший сервис онлайн-печати. Огромный выбор одежды и аксессуаров. 3D-футболки, свитшоты, толстовки, чехлы, кружки и многое другое. Создайте свой уникальный дизайн. Удобный заказ, качественные вещи, быстрая доставка. По промокоду iVideo сполучи скидку 10%. Ссылка в описании. 26 февраля. Черная пантера. 18-й фильм в киновселенной Марвел от режиссера Крида. Мы уже видели этого героя в первом «Мстителе противостоянии». На этот раз мы познакомимся с Черной пантерой и местами его обитания ближе. Побываем в сокрытой где-то в Африке высокотехнологичной республике Ваканда. Узнаем о местных политических интригах. Основной сюжет сосредоточится на конфликте вокруг добычи металла вибраниума. Из него у Кэпа щит сделан. Да, я Кэп. Очевидность в смысле. И в попытках местного супергероя справиться с бандой контрабандистов. Помимо самого Чадвика Боузмана, Черной пантеры, мы встретим и других знакомых актеров. Мартина Фримана, Энди Серкиса и, конечно, Стэна Ли в очередном камео. 1 марта. Альфа. Знакомые имена в титрах найти сложно. Главного героя вы могли видеть в планете обезьян «Революции» и постапокалиптике «Дорога» от режиссера «Книги Илая». Замечательный проникновенный трейлер оставляет нам большие надежды. Вряд ли претендует на особую историчность, но задумка все равно классная. Главный герой – молодой человек, отбившийся от своего племени во время охоты и чудом выживший после падения с утеса. Ну а чтобы вернуться к родным, мальчику придется обрести самого неожиданного союзника – дикого зверя – волка. Очень, грубо говоря, история о первой собаке. 8 марта. Излом времени. От студии Дисней. Не самый женский фильм для такой женской даты. От сценаристки «Зверополиса», «Холодного сердца» и «Ральфа». С композитором «Игры престолов». В ролях Крис Пайн, Рис Уизерспум, Зак Галифианакис и многие другие. Очень визуально выразительный трейлер. Экранизация романа. Надеемся, что не очередная земля будущего. У одной девчонки бесследно пропадает отец, видный ученый, находящийся на грани какого-то невероятного открытия. Некоторое время спустя ей выдается возможность отправиться на его поиски. Но кто бы знал, что придется побывать в других мирах и даже в другом времени. 15 марта. «Томбрайдер», «Лара Крофт». Экранизация перезапуска знаменитой игровой серии. Дебют норвежского режиссера в Голливуде. От оператора обоих «Кингсманов». В роли искательницы приключений Алисия Викендер. Прочие актеры, за исключением комедийного Ника Фроста, больше известны по сериалам или вторым планам. Графика в трейлере хромает, но поверим, что к релизу исправят. И вообще, мы соскучились по приключенческому кино. Нам предстоит увидеть превращение сексапильной своенравной девчонки в самую известную расхитительницу гробниц. Много лет назад у Лары пропал отец. Все давно похоронили стариками Лионера, но не его дочь, неутомимо продолжающая поиски. Поиски, которые заведут ее очень далеко от дома. И подвергнут невероятной опасности на острове, захваченном головорезами. 22 марта. Тихоокеанский рубеж 2. Какой же колоссально зрелищной была первая часть. Волнометражный дебют одного из режиссеров сериала «Сарви и голова». В главных ролях Скотт Иствуд и звезда «Звездных войн» Джон Боэга. Трейлер немного... настораживает. Боимся, что история стала слишком азиатской, анимешной. Вдруг без Гильермо уже не торт. Огромные подводные чудища Кадзю оставили Землю. Ненадолго. Годы спустя они возвращаются, чтобы нанести нашему миру сокрушительный удар. Но на их пути встает новое поколение гигантских пилотируемых роботов и егерей. Собственно, остальное значение не имеет. Громадные монстры дерутся против громадных машин. В этом вся прелесть рубежа. 29 марта. Первому игроку приготовиться. Главный симулятор поиска пасхалок этого года. Даже трейлерам посвящают получасовые разборы. Самый длинноногий герой в истории постеров. Режиссер Стивен Спилберг. Отца автора сценария «Мстителей». Экранизация романа. Не очень далекое будущее. От унылого мира многие прячутся внутри инновационного виртуального мира под названием «Оазис». А вот его создатель после себя оставил завещание все нажитое отдать счастливчику, который отыщет внутри игры особенное пасхальное яйцо. Главный герой – один из миллионов игроков, что пытается первыми добраться до этого ключа к невероятному богатству. 19 апреля. Рэмпейдж. Перевод названия соответствует нашим чувствам к локализаторам названия. От режиссера «Разлома Сан-Андреас» и «Путешествия 2». Фильмов с Дуэйном Скалой Джонсоном. От сценариста воздушного маршала с Лямом Ниссиным и без Дуэйна Скалой Джонсона. И сценариста «Разлома Сан-Андреас» с Дуэйном Скалой Джонсоном. Продюсер – Дуэйн Скала Джонсон. А вот в главной роли – Дуэйн Скала Джонсон. Белая горилла, любимчик специалиста по приматам в исполнении Дуэйна Скалы Джонсона, в результате генетического эксперимента превращается в огромного буйного монстра. А с ним заодно по всему миру еще ряд животных вырастают до пугающих размеров. И вся эта свора отправляется громить Чикаго. И помешать им может только Дуэйн Скала Джонсон. 3 мая. Мстители. Война бесконечности. Без Дуэйна Скалы Джонсона. Главный супергеройский фильм года. Главный блокбастер года. И вообще, самая громкая и ожидаемая премьера года. Эпическое вступление вселенной Марвел в новую фазу. Объединение такого немыслимого числа актеров и их персонажей, что мы даже не будем пытаться их перечислять. Там будут все. Разве что Дуэйна Скалы Джонсона нет. От режиссеров «Противостояние» и другой войны. Кульминация многолетней истории. Хватит драться с мелкой шушерой, вроде обиженных богов или сдуревших роботов. Пора мстителям встретиться со своим главным и самым могущественным врагом. Стоящим тенью за всеми историями. Тираном Таносом. Который, в свою очередь, собирает все камни бесконечности для получения абсолютного могущества. Нас ждет самое масштабное и крупнобюджетное противостояние в истории кино. Наверное. 18 мая. Дэдпул 2. От режиссера Джона Уика и взрывной блондинки. От сценаристов первого Дэдпула, а также «Добро пожаловать в Зомбилэнд» и «Живое». В главной роли Уэйд Уилса, Райан Рейнольдс и Джош Бролин. Мы хотим рассказать об этом фильме как-нибудь скучно, потому что видеоряд будет слишком безумным. Вы видите? Да, этот псих пишет картину. Эй, черт, монтажер! Я говорю, он пишет картину! Так сложно вырезать нужный кадр из трейлера. Вот так. Спасибо. Ну, сюжет самый обыкновенный. Будет шеф-повар, который хочет стать барменом. Будут враги-ниндзя. Будут путешествия во времени и много своеобразного юмора. Мне такой не очень нравится, я не заценил. Ну, а ты, монтажер, нарисуй в кадре какую-нибудь там галочку, если тебе понравилось, что ли. Ну, или хоть крестик какой-нибудь. Не стесняйся. О-о-о! А рожицу сможешь нарисовать? Твоя монтажная программа это умеет? Здорово. Но я отвлекся. Нужно дальше писать эту очень оригинальную подборку. А вам смотреть в свою очередь. А я диктор. Прочитал это, потому что он это написал. Продолжим. 24 мая. Соло. Звездные войны. Истории. Фильм с непростой режиссерской судьбой. Сейчас значится за автором Рона Ховарда. Режиссера игр «Разума» и «Гонки». От сценариста пятого эпизода «Звездных войн». От оператора «Прибытие». Спин-офф. То есть побочный фильм в культовой вселенной. В роли очаровательного мерзавца Хана Соло Олден Эренрайк. Может вы видели его в «Да здравствует Цезарь». Также в ролях Эмилия Кларк, Вуди Харрельсон и Пол Беттани. Подробностей немного. Это будет история о молодых годах Хана Соло и его друге Чубаки. А также о их встрече с Лэндо Калрисианом. Припоминая оригинальный канон, именно у Лэндо Соло выиграл свой культовый космический корабль. Так что о получении «Сокола» вероятно сюжет и расскажет. 7 июня. Мир юрского периода 2. Продолжение неожиданного для всех мега-кассового перезапуска франшизы Спилберга. От режиссера страшного приюта и трагичного невозможное. И это чувствуется уже по трейлеру. Его пропитывает неподдельный ужас катастрофы. От сценаристов предыдущего мира юрского периода. В главной роли все еще харизматичный Крис Претт. И очаровательная Брайс Даллас Ховард. А еще Джефф Голдблюм вернулся. Корнотавры, комсогнаты, тираннозавры и все прочие обитатели не самого безопасного парка развлечений, закрытого после событий первой части, оказываются в ловушке, когда на острове активизируется вулкан, угрожающий вернуть до исторических тварей обратно в небытие. Мы рассказали вам об 11 блокбастер-премьерах первой половины этого года. Так что обязательно ждите такую же подборку с фильмами, что выйдут с июля по декабрь. Также хотим уточнить, что со временем даты некоторых премьер могут измениться по независящим от нас причинам. Надеемся, что вам было интересно. Рады работать ради вас. С вами была редакция Дуэйна Скалы Джонсона. Ну ладно, ладно, хватит. С вами была редакция iVideos. Приятного вам просмотра и до встречи в будущих роликах.